здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге вектан.инфо тема сегодняшнего моего видео выпуска будет так скажем так моя внутренний мой внутренний диалог на тему человеческой жадности а дело в том что и сейчас я нахожусь далеко за городом на природе люблю такие вылазки понабраться энергии посмотреть красоту природы заодно покажу вам ее люблю в этих местах будет сейчас мы идем речку на реку турунчук которая впадает в речку нестор тут очень красивые места и так человеческая жадность я всегда говорил что люди жадные люди неблагодарные по сути обречены обречены на нищенское существование на подачки и так далее и тому подобное но с неблагодарными понятно они кормят низко эгрегорные группы они не понимают что надо благодарить и так далее и тому подобное на эту тему у меня достаточно много выпусков а вот люди жадные многие из вас могут спросить где где грань между жадностью и экономностью да тут провести скажем так черту достаточно сложно но в принципе возможно люди которые жалеют не только не только для кого-то но и для себя они получается аккумулируют энергию повышенной экономии страха страха о том что может не быть денег и так энергия страха энергия страха что деньги могут закончиться энергия жалости что деньги могут уйти кому-то но не им экономия чрезмерная так далее и тому подобное это все работа на низкой эгрегорные группы а раз человек работает на низкой эгрегорные группы начнись к эгрегорные эгрегорные группы будут человека держать в этом же состоянии для того чтобы он вырабатывал этот же уровень энергии так вот низкой эгрегорные группы будут держать человека в таком состоянии чтобы он и дальше вырабатывал энергии разрушения я уже в своем видео как-то говорил что эгрегорные группы выстраивают так событийный ряд чтобы человек был находился в зависимости от тех обстоятельств ну по сути мы так и находимся в зависимости от тех обстоятельств которые мы можем попадать а раз низкой эгрегорные группы питаются низкая низкими эмоциями энергия там какое-то раздражение энергия злости и так далее и тому подобное а следовательно они будут создавать такие обстоятельства для того чтобы человек находился в этом состоянии на протяжении чуть ли не всей жизни своей следовательно мы можем констатировать тот факт что если человек был жадный и экономил значит низкой эгрегорные группы будут создавать такие условия для того чтобы человек не был бы богатым а продолжал заниматься экономии а раз экономия значит следовательно что он не может позволять себе то что он хотел бы получить раз он не может позволять то что он хотел бы получить значит следовательно будет некая скажем так ущербность в в достижении цели в свое своих желаниях то есть он будет недополучать раз он недополучает значит идет энергия раздражения и это состояние аккумулируется и получается как бы заколдованный круг то есть одно от другого зависит и он попадает в некий скажем так плен человек получается находится в плену в плену собственных эмоций и выработки той энергии которые он оплачивает в эти эгрегорные группы значит если он недополучает он экономит значит недополучает значит есть в этом необходимость до в экономии есть необходимость есть не реализованность его желание не есть не реализованность его желание значит он не может полноценно благодарить и вот тут заколдованный круг для того, чтобы не выйти на другую эгрегорную группу. Поэтому люди жадные, они, по сути, обречены, и они находятся только в собственном кольце созданных своих иллюзий. Сейчас многие могут задать такой мне вопрос, как я знаю богатых людей, которые очень жадные. Тут, опять же таки, я в самом начале своего видео сказал, что жадные поотносительно кого? Если я только что в своем видео рассказал, что, ну, перед этим рассказал, что они не могут достичь каких-то своих желаний, то жадные относительно себя, в первую очередь, относительно себя, относительно себя любимого. То есть он не может дополучить, следовательно, он не может благодарить. Жадный по отношению к другим. Ну, ух, какая рыба поплала. Я не знаю, вам будет видно или нет. Но я такой чистой воды в этой реке давно не видел. В основном тут всегда она мутная. Очень мутная. Река Турунчук очень мутная. Она достаточно очень сильным течением забирает до 60% воды с речки Днестр. И постоянно, и листая дно, получается она мутная. А сейчас вот глубокая осень, поэтому, ну, сейчас ноябрь месяц, поэтому она такая чистенькая. Если жадность граничит по отношению к кому-то, это может, да, действительно считываться как экономия. Раз человек экономный, то он экономит на других, но не для себя. Если человек богатый и для себя он не жадный, значит, что? Жизнь ему будет давать. Как бы сейчас вы были недовольны или довольны мною сказанным, да мне все равно. Поймите, одно. Все относительно человека. Если человек богатый и для себя не жалеет, для себя любимого не жалеет, значит, он заявляет для жизни, что так правильно и так надо. Мо того, он благодарит жизнь и кормит высокоэгрегорную эгрегорную группу, которая создает ему событийный ряд, и он находится в этом положении благодати, благодарности и так далее и тому подобное. А следовательно, жизнь ему будет давать деньги. Понимаете? Для него это правильный образ жизни. Вообще, посмотрите вокруг, посмотрите на всех своих знакомых и проанализируйте, кто о чем говорит, кто-то это имеет в жизни. Кто-то говорит о недостатке денег, он и будет иметь этот недостаток денег. То есть, мы всегда всю жизнь только лишь усиливаем то, о чем мы говорим. Слова очень важны в нашей жизни. Потом уже деяния, но первичные слова даже, потому что они создают наши поступки. Понимаете? То есть, это казалось бы, что я там ляпнула, что оно подействует. Подействует. Ребята, а если еще учесть, что есть время, открытые порталы, куда говоришь, и, как говорится, нужно оказаться в нужном месте в нужный час, то это все работает. Это все реально работает, и это все действительно может произойти в вашей жизни. Поэтому не каркайте, не говорите ерунды, будьте благодарны и не скупитесь в первую очередь на самого себя. Не, поймите, я же вас не уговариваю не скупиться на кого-либо. В первую очередь, не скупитесь на самого себя, любимого. Тем самым вы задаете жизни посыл, что вам это крайне, ну, это не то, что крайне необходимо. Это абсолютно вполне естественная вещь. То есть, как это так? Ну, мне же надо утром скушать бутерброд там с красной или с черной икрой, я, к примеру, говорю, понимаете? То есть, ну, это вполне естественно. А как это? Мне надо ездить на хорошей машине, но не в маршрутке троллейбусе. Поэтому, когда человек говорит, да нафига мне дорогая машина, ее ж надо заправлять. Я лучше в маршрутке проеду на троллейбусе. Жизнь считывает, что ему именно надо троллейбус, трамвай. Или в лучшем случае маршрутка, потому что он же там сэкономит. И он считает, тот человек, который сэкономил, он считает себя там, блин, я же умный, я же крут, я сэкономил. Только идиоты могут ездить в машинах с климатом, контролем, заправлять 30 литров на 100 километров на кожаных сиденьях и с таким комфортом. А я тут, они тратят там 100 рублей, а я трачу 5 рублей. Понимаете? И где кайф? Кайф от того, что он умнее, что он тратит 5 рублей, а тот кайфует от того, что он может себе позволить. И каждому воздастся соотносительно его кайфа. Боже, смотрите, какая красота. Как красиво, когда водичка прозрачная. Это еще, это очень хороший прозрак. Сухие деревья. Красивая природа. Никого нет. Редкость. А рыба, видимо, не ловится. Но она еще не поднялась в Верховье. Поэтому так свободно. Все сейчас в низовье браконьерничают, ловят рыбу. А я наслаждаюсь здесь природой. Красотой природы. Заряжаюсь, получаю удовольствие и благодарю жизнь. Чего и вам желаю искренне. Всего вам доброго. С вами был Виктор. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Дальше будет интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова